Я напомню, уважаемые друзья, события 2005-2010 годов. Напомню, уголовные дела в отношении Бориса Колесникова, головы областного совета Донецка, уголовные дела в отношении Евгения Кушнарева, руководителя Харьковской области, уголовные дела в отношении руководителя Луганска и области Тихонова, уголовные дела в отношении лидера оппозиции Януковича, уголовные дела в отношении работников правоохранительных органов, генерального прокурора бывшего. Вспомните выступление президента Ющенко о том, что 25 тысяч государственных служащих, которые голосовали не за него, были уволены по политическим мотивам. Вспоминайте эту жизнь. Меня самого уволили с должности прокурора города, незаконно точно так же. Я судился с генеральным прокурором, подал иск в суд. Это все было. И вспоминайте, какие расследовались уголовные дела, и кто сидел в тюрьмах тогда. За этот период было осуждено 980 тысяч человек. Почти миллион за этот период. 300 тысяч... Осуждено по политическим мотивам? Да, было осуждено за этот период почти миллион человек. По политическим мотивам? Мы поговорим отдельно. Я вам даю статистику тех лет. Кроме того, вы вспомните президент Ющенко, премьер-министр Тимошенко, министр внутреннего дела Луценко, бютовец Анопенко, председатель Верховного суда, нумсовец Наливайченко, председатель службы безопасности. И в этом кругу возбуждались уголовные дела, арестовывались люди. И если вы вспомните тот период, помните выступление генерального прокурора, как ему звонил президент Ющенко по телефону, давал команды, кого арестовать, кого освободить, кого немедленно освободить, кого немедленно арестовать. Это все было. И вот это была политическая репрессия.